всем доброе утро ребят ну чё у нас есть инфа по поводу одного на тайваньском форуме написали веселые интересные новости немножко даже поражал насчет нового режима насчет оптимизации старых режимов ну не старых новых мы уже старых за пределе и суда в общем сейчас прочитаю это все сейчас единственный чек на тайвань здесь интересного также написали что на авиас тайване сегодня обновление не знаю какое обновление надо будет зайти глянуть и маркете еще три так чего на сегодня есть на тайване ну в общем все как обычно предварительно не написали про героя очень странно но возможно это как и прошлый раз было такое у нас предварительно мелкая написали а потом уже добавили полный обзор равно вот так и сегодня даже есть духе логическим в общем ладно поехали на форум посмотрим что там на форуме пишут разбирать с вами по пунктам итак область обновления версии добавлен новый геймплей защиты башни hero defense общий игровой процесс ниже то есть это будет однозначно новый игровой режим они не поменяли никакой другой и самое интересное что он будет похож на запредель мероприятие длится 12 12 дней каждый из которых состоит из обычных элитных и ночных кошмаров то есть супер кошмаров скажем так каждый вызов может быть оспорим количество вызовов не ограничено вы можете получать его только один раз за день награды которые собираются в этом день будут сохранены награды того же уровня не будут накапливаться то есть 12 дней каждый день вам придется заходить в игру и фармить этот режим ну такое про плюхи распочитаем каждый игрок может выбрать 10 героев одновременно чтобы против уровень но все однообразно то же самое запределье и же самые другие локации где по 10 героев лепятся и и все где там у нас еще 10 на этом 9 10 у нас по моему на пустыне пустыне пустынных руинах и еще 10 10 максимум если я не ошибаюсь в экспедиции ладно это не столь важно и эти герои нельзя заменить бы короче как все в запределе изначально героями изначально игрок изначально имеет фиксированное здоровье ну то есть аналогично я так понял что будет за пределем потеряли жизнь герой сдох все так монстр ждет фиксированном положении будет следовать по дороге назначены конечной точке ничего не понятно но в общем будем смотреть то есть было типа насколько я понял типа атаки фартов что ли каждому подходящий мост будет вычтена соответствующее значение здоровья в общем это все что на это ну на это про эту локацию сказано что можно предположить что опять же очередной говно который придется фармить опять каждый день ну ладно там один день это 12 дней ты обязан фармить эту локацию непонятно ну пока непонятно какие плюхи может это будет мега эпическая локация которая перекроет все остальные локации выпущены которые мы просто не ходим потому что интерес пропал они не поменяли ни фига не битву гильдии не атаку фартов но это пока предварительно написали за эту локацию они ввели новую локацию на хрена и старая если можно добавить новое но поиграют там неделю-две через две недели выйдет одно выпустим что-то новое на хрена это все в общем непонятно дальше регулировка вознаграждение вот это тут самое интересное так настройка вознаграждения за испытание героем назначение возрождение на больше этапы корректировки не прекращается все будут ждать и видеть в общем будет изменено насколько я понял мировой босс мировой кризис имеется ввиду и испытание героем что я не понял насчет этого пункта так испытание героев это судя по всему девят эти вреди ваты вызов монстров там где деватые эмблемы просто не падает испытание героя уровень выпадения таланта где-то шутка если корректировка награды касается только призовет кипит мы-то будет прижать двигаться учит тоже высказался и судя по всему да то есть пришествие монстров там где девятые камни просто не падают они решили в этот раз оптимизировать награды чтобы они уже там падали до этого полугода они не падали и все было нормально теперь должны падать но это пиздец оптимизация луста то есть это наверно скорее всего за предель оптимизация интерфейса выбора сложности оптимизация спецэффектов порталов уровне оптимизация отображения модели монстров метод апгрейда пикового уровня то есть оптимизирует подбор под вашу силу я не знаю что они там оптимизируют но честно говоря уже задрался наверное многие задрались сливаться на героя которого просто ну тупо нельзя убить не из-за того что он там мега супер сильно из-за того что вы поставили ему таланты эмблема такие которые просто ну не убиваются у него от хила за счет вашей силы просто бешеное количество что вы там бы не поменяли я более чем уверен что если они поменяют они поменяют возможно там урон либо еще что-то но они не додумается просто поменять поставить нормальные эмблемы им сделайте им нормальный там дома нах там еще что то но блин сделайте правильные эмблемы потому что с такими эмблемами и чарами там и созвездиями и прочим что они понаставляли глядя на этих героев ну просто не понимаешь что же будет дальше 2 миллиона отхил ронин которого нельзя убить фрея которые с инвизом ладно я донат у меня есть мариотекова марию убить не могут ну практически с маскировкой и и там с выживанием там разные варианты зефиры аналогично потом идут оккультисты у которой просто бешено весь урон в отхил превращает это тоже нихерно сделать не можешь это такое оккультисты это еще пол беды но вот это это просто жесть мы продолжим запрашивать мнение игрока продолжаем оптимизировать игру пожалуйста подождите из мы и посмотреть что я могу сказать ребят это всего лишь обещание обещают обещают но нихрена до сих пор не сделали так область объявления были технического отложения с техническая поддержка весь с тайвань ожидается в 13 сегодня 16 числа интересно сейчас виду гляну насчет а с тайваня чё там открылись и рвак в apple столб ваш что-то не вижу к столб ваш тайвань странно в общем вот такая вот ребятушки темка пишите комменты что вы думаете ставьте лайки ждите новых видосиков по обнову ну я не знаю это просто дичка по мне блин они опять обещают обещает но в итоге как обычно нихрена не сделают все всем удачи всем пока